В Калашникове устанавливается памятный камень, посвященный 75-летию трагической даты, гибели воинского эшелона от немецких захватчиков. 30 апреля 1942 года в результате бомбардировки немецким самолетом погибли 123 советских солдата и офицеров. Был дождь, сама природа оплакивала погибших, женщины и дети на руках переносили тела солдат, чтобы предать их земле. Место было песчаное. Похоронили, но наутро дождями размыло братскую могилу. Тогда люди снова из последних сил стали таскать песок, чтобы сделать насыпь. И только тогда удалось похоронить всех героев. Памятный камень как раз и расположен по другую сторону братской могилы. Табличка на нем будет содержать исторические сведения. А наверху уже установлены щит от пулемета «Максима», найденный во время поисковой экспедиции, в том числе и ребятами из военно-поискового отряда Калашниковского колледжа, и авиабомба, подаренная музеем МЧС Тверской области. Установкой памятника занимается Тверская региональная общественная организация по содействию и увековечиванию памяти погибших при защите Отечества «Исток», отделением которой в Калашникове руководит Сергей Сергеев, он же директор колледжа. Идею поддержала местная власть и общественники, которые оказывают помощь в установке и благоустройстве прилегающей территории. Идея воздвижения памятника возникла на общественном совете поселка Калашниково. Собралась инициативная группа. Памятник посвящен 75-летию погибшему Шелону, который погиб у нас на станции Калашниково 30 апреля 1942 года. Место будет памятное, на нем будут проходить собрания, митинги в память погибшему Шелону. Мало кто знает, когда погиб Эпшелон. Все видели братскую могилу, но не знают, откуда она взялась, почему она взялась, кто там захоронен. Кстати, ранее стараниями общественной организации «Исток» в поселке появились и другие памятные камни, сообщающие об уникальных природных объектах, расположенных в этой местности. Надпись на одном гласит «Первый в Советском Союзе дендрарий, заложен учащимися Калашниковского техникума в период с 1925 по 1930 годы. Руководил работой преподаватель ботаники и дендрологии Борис Владимирович Гроздов, заслуженный лесовод, ученый с мировым именем. Чуть подальше на другом камне читаем «Особо охраняемая территория, государственный природный заказник лесопарк Калашниковский». Новый памятный камень, который совсем скоро обретет свой окончательный вид, говорит и о патриотизме калашниковцев и о том, что правда о Великой Отечественной войне будет сохранена. Это место будет напоминать молодому поколению о той страшной цене, которую заплатил советский народ за победу.